доброго времени суток друзьям у нас сегодня будет новый обзор на новый проект как видите называется он altery altis life относится естественно к разряду роли play проектов на данный момент этому проекту всего две недели но не знаю когда выйдет видео до на момент съемки прошло всего две недели после открытия этого проекта поэтому мне стало интересно и я решил зайти ну и приглашаю вместе со мной прогуляться по этому проекту и вам но и знаете вот делая первые шаги в сторону обзора этого проекта я уже замечаю первый плюс он полностью автоматизирован нам не надо вписывать номер шлюза или айпи адрес этого сервера мы нажимаем кнопку играть и идет автоматическое подключение к серверу далее же как видите нас встречает интересное достаточно решение такая воздушная панорама города ковалы но и следующее меню тоже удивляет и как видите она выполнена в стиле gta 5 нам предлагается персонализация нашего героя хотя я зашел уже с нас своими настройками все равно здесь предлагается перенастроить его на свой вкус и лад ну я выбрал примерно такие же настройки какие у меня были на моем аккаунте и после настроек нам тут же предлагается выбрать точку появления ну естественно я выбираю ковалу но удивляет меня не это во первых здорово выполнено это а во вторых я вижу что переделана карта по крайней мере иконки на карте точно переделаны ну а появляемся мы как вы видите естественно на площади в ковали такое достаточно стандартное место но сразу же бросается в глаза то что ковала переделана просто ну вот по минимуму я вижу несколько добавленных объектов да есть переделки и заборы но в общем-то минимализм и этот минимализм хорошо влияет на фпс ну а сам обзор предлагаю начать с банкомата к тому же их здесь два привет привет сус только приехал там вот магазин можете покупать там технику но единственно водительскую достойнюю купить вам покупается да да просто покупается давать не надо мне не надо перерабатывать все можете без лицензий добывать также и продавать то есть трудовая занятость не лицензируется нет на самом деле она лицензируется просто за это отвечают копы приедут проверит вас лицензии нету значит вас посадят ну или штраф выпишут как отлично но обычно они к новичкам лояльны поэтому если у вас нету ее и вы первый раз попались то скорее всего ничего не будут не будет вам делать тебя пойду подъемный посмотрю что-то не густо так вы ценники посмотрите тогда поймете что этого хватает а вы медицинский представитель ну да вдруг кому плохо будет могу помочь понятно по поводу клизмы это к вам да ну если есть такая необходимость или он оставляет удовольствие то можно в принципе дрожу дерево шикардосное посередине растет дерево мудрости вот сидите под ним и будете мундаром обожаю интерактивки ну шикардосно конечно да на все стуле принципе садится можно скажем так здесь если даже что-то не хватает вы пишете об этом если много это меняемое пожелание она добавляется к людям отзывчивым всегда приветствуется скажем так здесь состав людей отвечает за все это тех кто настрадал со свое время не отзывчивостью поэтому теперь они отзывчивые что вас подвести может за лицензиями далее сейчас покажу посмотрю что чем одежда инструменты вот там водивермаги еда продается бургерные но деньги здесь можно быстро поднять скажем так для минимума гражданские не ограничены они могут и нелегал добывать но единственное продавать его только скопными не могут ну это понятно а по транспорту здесь как какие на какую цену надо рассчитывать грузовичок какой-нибудь газельку можно за 1000 купить но он нужна лицензия на грузовики можно купить господи который орех требует знаете такая машинка есть тоже типа газельки ее можно подешевле вам 750 что ли не понял о чем идет речь внедорожник 400 ну и плюс вы я так понимаю первый раз зашли да вот буквально три минуты прошло у вас следующий были будет карточка с первыми ручками на недельку вам выдастся о как здорово она мне поможет да ну надо сможете скажем так чуть дешевле покупать чуть дороже продавать из домик лишь не сможете купить четырех часовая здесь да здесь это ну да каждые четыре часа а вот у меня немножко подкупила мебель она присутствует мебель какая именно в домах скажем так это в больших планах есть такое да и мебель и станки все можно будет ставиться с ангар не продаются они тоже будут как мини заводы личные но просто все проверяется дорабатывается и сюда добавляется ясно ну ладно что ж пойду я наверно тогда потихоньку а давайте ну и вот друзья побеседовал с этим милым человеком я отправился делать свои первые шаги на этом проекте кстати мне закралось сомнение а не администратор ли это был ну не знаю честно скажу не знаю но очень осведомленный этот человек ну и начнем и наверное с карты не зря первым мне бросилась в глаза именно карта то что она переделана но и как видите действительно на переделана переделана надо сказать не сильно от старой сборки отличается цвет надписи и цвет иконок но зато осталось то самое важное на старой сборке что на каждая иконка обозначает что она из себя представляет нарисован инструмент плюс добавлена еще такая функция когда вы наводите на иконку видите загорается табличка табличка не просто загорается она информативная там написано какой это ресурс что это за . и если вы что-то добываете то на этой табличке выскакивает надпись какая следующая . вас ждет тут надо быть достаточно внимательным на самом деле поэтому карта помогает это не простая древняя сборка эта карта уже более функционально к сожалению пока нету меню но я думаю что меню более функционально все-таки появится ну и давайте проследуем магазина надо отметить что все основные магазины здесь сосредоточены вот на этом пятачке магазины хостоваров одежды питания все остальное разбросано пока вали но мы первым делом посмотрим как здесь выглядит магазин одежды какая одежда здесь есть как всегда я буду крутить в очень быстром режиме потому что особо удивить вас здесь нечем процентов 85 может быть даже 90 это стандарт но есть и какие-то уникальные предметы ну не особо уникальный но тем не менее не очень часто встречающиеся наверное надо сказать так хоть я и не любитель подобных магазинов ну смысле я люблю одежду я люблю кастомизировать своего героя но я всегда на своих обзорах прохожу мимо потому что пытаюсь экономить но забегая вперед скажу что экономика здесь достаточно сбалансированная и она не несет особой нагрузки то есть заработать какие-то первоначальные деньги не составляет труда поэтому я решил что я все-таки куплю в этом магазине какие-то вещи хотя я повторюсь что я обычно не беру никаких вещей и предпочитаю ходить в том в чем в общем-то и появился потому что это не основная задача и как бы на этом можно сэкономить но здесь есть вещи которые меня заинтересовали мне это они понравились и мне захотелось как-то немножко одеть своего героя и чем я в общем-то и занимался но все остальное вы в общем-то сейчас увидите на своем экране мне почему-то захотелось выделить своего героя больше похожего на строителя так я очень-то и сделал ну а далее тот же самый медработник предложил любезно подвести меня до магазина лицензии который находится рядом с губернаторским домом и вот тут надо сказать что экономика она тут такая почему я сказал что у нас балансированная она очень интересная помимо того что лицензии здесь стоит дорого да они действительно стоит дорого и сейчас это вы видите но здесь можно заниматься любой деятельностью без лицензирования беря как бы на свой страх и риск эту ответственность как и сказал этот медицинский представитель что даже полицейские если знают и понимают что вы приехали недавно вы могут как бы лояльно к вам отнестись и в общем-то даже не оштрафовать вас но вообще в принципе на рабочее занятие без лицензии конечно же здесь карается но я естественно купил по минимуму проверяем планшете смотрите как выполнен планшет вы заметили как вы выскакивают иконки казалось бы да старинный планшет но все равно есть какая-то интересная уникальная фишечка ну а давайте еще раз опа видите как они интересно выплывают вообще надо сказать забегая вперед что этот проект мне заинтересовал в общем-то не тем что она он как-то переделал в корне там все изменено нет здесь на самом деле достаточно все стоково но здесь есть только интересных фишек которые я постараюсь вам показать мне даже кажется что это такой знаете фишечный ностальгический проект не знаю просто как это охарактеризовать здесь нет таких вот изменений которые бросаются в глаза там как народу си например заходишь в ковалу и она просто не узнаваемая там да или как на том же virtual или тот же был бывший майами где изменены все точки добычи все точки переработки точки продажи нет здесь такого нету но здесь добавлено всяких интересных фишек вот видите как всплывает планшет интересно и я постараюсь это все вам сейчас показать ну а далее все тот же представитель медицинской службы повез меня в магазин автомобилей и надо сказать что не смотря на то что я потратил уже огромное количество денег мне все равно хватает здесь на первоначальный транспорт и вот опять смотрите фишка не знаю хорошо это или нет но посмотрите как выполнен магазин мы зашли в него ночью и здесь работает пнв но я не могу сказать что мне понравилось это решение если честно но тем не менее она есть она вот здесь присутствует и это опять какое-то вот интересное решение которое здесь введено она вот так мне не понравилось еще раз скажу потому что когда вы перекрашиваете машину этот свет пнв не дает вам понять какого цвета у вас машина но если зайти в этот магазин днем но все становится нормальным никакого ночного видения здесь не будет ну а транспорт вы сейчас видите транспортом сожалению удивить этот проект не может тут все так достаточно скромненько по транспорту но опять же возвращаясь к тому к тому что этот проект полон фишек здесь фишка не в том что транспорт не очень красивый а в том что он доступный первые три позиции доступны вам с самого начала как я уже сказал я потратился и на лицензию на шмотки а все равно хватает вот на такую вот первоначальную машинку которую я купил к сожалению думал на красная она оказалась коричневой но это работа пнв не знаю зачем так сделали но мы вернемся к этому магазину светлое время суток чтобы посмотреть я тем временем попрощался с медицинским представителем очень хороший мужичок адекватники и поехал на первую точку это добыча яблок но сама . добычи яблок но не добычи наверно сбора яблок немножко перенесена она находится рядом с ангаром где обычно на этой сборке стоит курьерская служба курьерская служба здесь тоже присутствует но работать на ней надо на своей машине поэтому я даже не стал ее и опробовать да и к тому же экономика этого проекта такова что в общем то нет никакой нужды в курьерской работе ну а вы пока посмотрите как выполнена он здесь это работа но в общем то она достаточно стандартная но убраны вот эти старые мешки заменены корзинами но в общем то все достаточно стандартно поэтому не будем здесь задерживаться на проследуем обратно в центр кавала потому как этот добрый медработник отвлек меня и не дал мне показать вам как выполнена сама кавала и как видите как я сказал самом начале да здравствует минимализм мы видим что поставлены заборы добавлен магазинчик сделан это дерево вокруг него есть небольшой садик и в общем то все ну есть еще дорожная разметка на парковке в общем то вот и все и я даже не знаю как этому относиться с одной стороны да скучновато мало изменений с другой стороны здесь просто божественный fps и многие сюда пришли из-за того что здесь они могут себя чувствовать хорошо как например вот этот человек послушайте вот я там оставил свою группировку передал лидерику другому человеку ушел оттуда и потому что я ушел оттуда потому что блять там даже не в ковале находишься по федералке возле там аэропорта очень взять и вещь по федералке это поездка 10-15 у нас здесь я стою а тут я тоже стою на 45-49-50 спокойно а там пиздец я просто думал на хуй психанул после этого вообще тоже забил на армию из самого и вот сейчас увидел этот новый остров и вот сюда заделал пока как здесь даже честно скажу прикольно ну и вот друзья такие мнения бытуют на просторах армы и с этим нельзя не согласиться да когда все стоково скучно очень скучно но когда красота бьет по fps то тут многим не остается ничего как покидать этот проект поэтому как я и говорю палка двух концах надо иметь баланс и нельзя мне кажется перегружать уже очень какими-то сложными конструкциями и сложными объектами ну с другой стороны оставлять карту просто ну просто в стоковом в девственном виде в угоду fps но мне кажется это тоже не выход поэтому не знаю вот этот баланс должен найти каждый автор подобных проектов сам если хочет перегнуть палку в одну сторону то пожалуйста если понимает теперь не будет перегибать тоже положительный ответ наверно в этом вопросе будет ну вот не знаю действительно не знаю лично я всегда приветствую изменения в стоковой карте алтиса но с другой стороны я приветствую изменения забалансированные и оптимизированные чтобы они не нагружали мне ковалу и не сажали fps есть такие проекты на которые я не хочу заходить потому что мне просто неприятно я захожу и у меня падает fps до значения 15 20 ну это уже не игра это раскадровка поэтому вот как я еще раз наверное повторюсь каждый автор должен сам понимать и решать на мой взгляд автор вот этого проекта наиграл в эту игру очень много потому что просто по его подходу я понимаю что человек знает что он делает ну и закончим наверно на этом эти философские мысли и размышления и вернемся к обзору и как видите я приехал на добычу дерева и сама добыча не удивляет удивляет даже не удивляет наверное а просто как бы как сказать вот опять фишка этого проекта как видите территория где я рублю лес ограждена то есть она вы выведена в белое пятно наподобие того как это делается с охотом охотническое угодье делается в круге и там вы можете стрелять в животных то же самое сделано и здесь тоже сделан круг в который вы заезжаете и уже можете взаимодействовать с деревьями например на том же родосе вы можете срубить абсолютно любое дерево здесь же нет здесь вы приезжаете именно вот в такое вот место где вы можете рубить ну а сама рубка выглядит вот так мы срубаем появляется связка дров в общем-то собираем ну вот такая вот вот такой вернее здесь подход вот к этому занятию ну и ладно это я вам показал в общем-то ничего интересного в этом нету кроме того что это вот выделено особые в особую область в общем-то как я и сказал в этом на этом проекте есть очень много интересных вот таких вот мелких казалось бы но интересных фишек ну а следующее можно сказать фишка это вариативность ваших сборов ресурсов и я уже говорил неоднократно что на многих проектах есть связки сбора ресурса да собрали ресурс переработали продари а можно собрать ресурс переработать и сделать какое-то изделие так вот например здесь такое присутствует и дерево входит в эту связку мы сейчас добыли дерево сейчас мою переработаем бумага и будем продавать уже бумагу и так здесь присутствует с элементами так например нефти также например алмазы ну и тому подобное мне же лично как игроку очень нравится когда присутствует вот эта вот вариативность например я зашел поиграть да у меня есть например всего час но у меня нет времени долго фарминг я собираю ресурс и еду продавать перерабатывать и продавать то что я переработал то есть сырье но если у меня вот как например на позавчерашнем стриме есть время то я у человека даже уговорил груду давай поедем на нефть мы ее переработали про поехали сделаем бензин время есть в общем бы нет получим на 25 рублей больше но нынешней экономики на 25 рублей больше от 25 рублей здесь как бы это денежка поэтому мы поехали по длинному маршруту по длинной цепочки а могли бы завершить все на стадии переработки нефти поэтому вот такой подход мне нравится когда есть вариативность ты можешь выбирать это выбор только за тобой поэтому вот такая вот фишка или не фишка этого проекта ну и вот она переработка в переработке тоже есть интересное решение которое мне очень понравилось если вы заметили я подошел и в окошке в котором мне надо вписывать количество переработанного ну который я хочу переработать она автоматически вписалась я принес маленькое количество это маленькое количество сразу же писалось в окошко я просто нажал одну кнопку в следующий раз я принесу например другую другое количество дерева и она автоматически сюда впишется то есть мне не надо ничего руками вписывать за меня все делает автомат. И тут можно спросить, а чего же тут хорошего-то? А хорошего то, что за все время игры мною в Arma 3 мне никогда не приходилось вписывать вручную то количество, которое нужно переработать. Ну, например, я принес 10 кусков меди, а мне надо переработать 9. У меня не было никогда за всю мою историю игры. Я приезжаю и перерабатываю то, что я привез. Я не исключаю, что это нужно бывает когда-то. Например, для крафта вам нужно переработать для какого-то изделия всего два куска железа, например. Поэтому вы можете вписать не 10, а 2 всего. Ну, не знаю. У меня такого не было, поэтому это достаточно редкая штука, когда вам надо переработать какое-то маленькое количество какого-то материала. В основном это приезжаешь и перерабатываешь полностью машину. Поэтому зачем заставлять игрока еще вписывать какое-то количество, если и так понятно, что он переработает все. Вот в чем плюс этого проекта. И вот такой механики переработки. Ну, и еще это экономит мое время. Мне оно очень дорого. И по ощущениям разработчик этого проекта это все прекрасно понимает. Ну, и вот мы доехали до точки продажи. Ну, как видите, ничего особенного она из себя не представляет. Единственное, что выдержано в том же стиле, что и все магазины и все и практически все переработчики. Это красный стендик, к которому мы взаимодействуем. Ну, в общем-то и все. А так это вот такая вот построечка. Просто позаимствованная на самой карте Altis. Ну, и да, наверное, к минусам этого проекта я единственное, что могу отнести, это скудность тех точек, с которыми игрок взаимодействует. Мы уже побывали в лесу, который ничего из себя, в принципе, не представляет. И вот сейчас мы доедем до, например, точки меди. Ну, а пока я хочу показать, как выполнена заправка. Заправка сделана в очень старом стиле. Я даже, честно говоря, уже и не помню, что такое присутствовало. Мы просто взаимодействуем с колонкой, и, как видите, пошла табличка, информирующая нас о том, что ваш автомобиль заправлен. Вот такая вот очень простецкая и старая табличка. Ну, а вот то, о чем я говорил. Точка добычи меди, например. Одна из немногих. Я, если честно, даже и не помню, что она на самом деле в стоке выглядит вот так. На всех проектах здесь что-нибудь додобавлено. Либо это скалы с входом, либо какая-то конструкция. Здесь нет вообще ничего. Вот она стоковая просто. Вот как она разработчиками армы была продумана. То есть это же просто кусок местности. В общем-то и все. Как добыча меди, это уже придумали авторы. Ну, вот так вот она выглядит на стоковой карте. Как видите, ничего здесь нет. Ну да, вот это достаточно скучновато. Но я думаю, что со временем разработчик поправит и все-таки поставит здесь хоть что-нибудь для антуража, чтобы хоть на что-то можно было посмотреть. Ну, в общем, вот такая вот. Но не все точки здесь нетронутые. Какие-то точки переработки и добычи автор все-таки изменил. И надеюсь, что он не остановится на этом и в дальнейшем будет продолжать украшать более оптимизированными объектами эти точки. Ну, а еще по пути мне попалась вот такая вот тюрьма. Ничего подобного я вам, честно скажу, никогда не видел. Забегая вперед, скажу, что толщина вот этих стен где-то метров 10, наверное. Здоровенная конструкция. Внутри чем-то напоминает советский ГУЛАГ. Ну, здорово сделано. Но надо сказать, что вот эта вот конструкция действительно жрет FPS. За все время, проведенное на этом проекте, я чувствовал себя очень-очень комфортно. Но вот подъезжая к этой конструкции, у меня начались какие-то микрофризы. Ну, это, наверное, даже видно на видео. Но сама же вот эта конструкция тюрьмы, ну, такая впечатляющая, я вам скажу. И особо красиво она смотрится, кстати, вот в такое вот ночное время. Замечательная конструкция. Но, к сожалению, вот она что-то поджирает то ли FPS, то ли... Ну, какие-то трудности есть, когда подъезжаешь к ней. Ну, а остальные красоты и интересные решения этого проекта мы, наверное, посмотрим в следующей серии. На этом у меня все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok